Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Соломахина Мария Николаевна. Я являюсь методистом Центра лингвистического образования и издательства Просвещения. Позвольте поздравить вас с началом нового учебного года, пожелать вам и вашим ученикам успехов. Предыдущий учебный год у нас выдался непростым, особенно четвертая четверть, когда мы работали в режиме самоизоляции и дистанционного обучения. Поэтому, конечно же, бы хотелось верить, что новый учебный год у нас будет более удачным и успешным. Но, тем не менее, у нас вскрылись некоторые проблемы, мы поняли, на что стоит обращать нам отдельное внимание, поэтому сегодня мы как раз таки поговорим про те ресурсы, которые могут быть прекрасным выполнением для наших очных уроков, так и при онлайн обучении. Я начну с указа президента от 21 июля 2020 года о национальных целях развития России до 2030 года. Основные акценты здесь сделаны на выход России в 10 стран по уровню основного общего образования, на цифровую трансформацию образования, а также на воспитательную деятельность в рамках учебного процесса. Начну я сегодня с актуальных направлений цифровой трансформации образования. И первое, о чем я хочу сказать, это портал Цифрускул. Он был создан Министерством Просвещения. Здесь выложены конспекты, я бы даже сказал, путеводители по урокам, по темам четвертой четверти, по различным предметам. Нас с вами, конечно же, интересует английский язык. Здесь у нас на базовом уровне выложены конспекты уроков со 2 по 11 класс, по темам четвертой четверти, по УМК английский в фокусе. А на углубленном уровне, соответственно, по УМК звездный английский. Также хочу напомнить про методическую поддержку учителя. Наш основной сайт www.prost.ru. Здесь вы можете перейти на страницу нашего журнала, о нем чуть позднее расскажу. Также посмотреть либо в записи, либо в онлайн формате наши вебинары. И, конечно же, здесь можно скачать аудиокурсы и книга для учителя. Книги для учителя у нас располагаются на страницах УМК. Выбирайте нужный вам, нужный вам класс. И дальше, соответственно, либо значок методической рекомендации, либо книга для учителя. Здесь это все у нас скачивается. Здесь же скачивается аудиокурс. Вы переходите на страницу учебника нужного вам класса, пролистываете вниз и в дополнительных материалах вы можете скачать аудиокурсы к данному учебнику. Конечно же, нельзя умалять возможности и дополнительных пособий. Здесь представлены таблицы пособий на уровне дошкольного образования и начального общего образования. У вас будет презентация, поэтому сможете более подробно посмотреть на данные пособия и какие навыки учащихся они формируют. Также пособия по подготовке к УГЭ, то есть это у нас уровень основного общего образования и пособия на уровне среднего общего образования, нацеленные системной подготовки к ЕГЭ по ангельскому языку. Перейдем к нашему журналу и языки.prosv.ru «Просвещение иностранной языки». Здесь давайте я более подробно покажу раздел «Региональный методический сборник», что он в себя включает. Он в себя включает несколько подразделов. Обучаем иностранному языку из опыта учителя, обучаем немецкому, испанскому, китайскому, французскому языкам. Специализированные сборники по УМК издательству просвещения. Как раз их вы видите справа на экране, их у нас уже 35. Обучающие материалы «Спотлайт он Раша» и обучающие материалы «Символы Победы». Так, давайте посмотрим раздел «Обучаем иностранному языку из опыта учителя». Как вы видите, здесь у нас как раз-таки обложки, которые мы проводили с вашим регионом. Это из опыта учителя города Хабаровска, а также из опыта учителей иностранных языков Республики Бурятия. Вы можете с ними ознакомиться, посмотреть, почитать, что предлагают ваши коллеги, ознакомиться с их опытом. Также мы всегда открыты для сотрудничества и готовы проводить такие конкурсы на формирование сборников с регионами, с городами. Поэтому, пожалуйста, пишите. Я ставлю контакты. Мы всегда открыты для сотрудничества. Как я уже говорила, одним из основных направлений у нас сейчас является воспитательная деятельность в образовательных организациях. И здесь нам могут помочь как раз-таки обучающие материалы «Спотлайт он Раша». На данный момент у нас уже вышли «Спотлайт он Забайкальский край», «Спотлайт он Чита». А также сейчас в октябре у нас будут опубликованы еще два сборника с «Приморским краем» и «Спотлайт он Амурвича». Поэтому также я надеюсь, что многие из вас принимали участие в его создании. Вам будет приятно ознакомиться с результатом вашей работы и работы ваших коллег. Ну и в любом случае вы можете использовать их на уроках как раз-таки с целью воспитательного аспекта и патриотического воспитания. Ну вот отдельно я высветила на экран как раз-таки пособие, которое мы ждем, которые будут опубликованы в сборнике в октябре на странице нашего журнала. Также мы постоянно пополняем наш всероссийский онлайн-журнал «Спотлайт он Раша». Его также можно использовать для работы именно в качестве дополнения для воспитательного аспекта и патриотического воспитания учащихся. И для тех, кто заинтересован в регионоведении, московедении, также рекомендую портал citystars.prosu.ru. Он у нас разделен на разделы «Учитель, ученик, родитель», которые постоянно пополняются дополнительными материалами и заданиями. Этот год у нас был юбилейный. Мы отмечали 75-ю годовщину Победы Великой Отечественной войне. И, конечно же, мы не остались в стороне и проводили конкурс, который называется «Символы Победы». По его итогам у нас были сформированы сборники по всем иностранным языкам. Большое количество было по английскому языку. Поэтому здесь несколько сборников, которые разделены по классам. Вы также можете использовать все эти материалы на уроках английского языка. И как раз-таки вот с этим акцентом, про что я уже не раз говорила, на воспитательную деятельность. Это раздел, который посвящен другим иностранным языкам, не английскому языку. Он будет интересен также тем, кто преподает второй иностранный язык. Потому что многие учителя сейчас как раз-таки преподают два иностранных языка. Также о чем еще хочу сказать. Про вторые иностранные языки. Как раз уж мы начали про них немного говорить. Это всегда была острая тема на данный момент. Они являются обязательными на уровне основного общего образования. Но согласно письму от 4 декабря 2019 года об изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, говорится, что согласно проекту обновленного в ГОС в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся по выбору родителей и при наличии необходимых условий образовательной организации в часть учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, может включаться учебный примет второй иностранный язык. Поэтому мы ждем официального подтверждения вступления в силу данного проекта. Но на данный момент работаем потому, что вторые иностранные языки у нас обязательно на уровне основного общего образования. Мы выпускаем УМК по 5 иностранным языкам как вторым. Все они входят в федеральный перечень. С 5 по 11 класс и также с линии 7 по 9 класс. Это УМК встреча по французскому языку. Она также входит в УПУ 7 и 9 класс. В этом году мы также переходим на работу в рамках ГОС среднего общего образования. И здесь хотелось бы поговорить про пространство в ГОС. Конечно же, первое – это профили обучения, это уровни результатов, обязательные предметы, дополнительные предметы курса. Отдельным блоком идет индивидуальный проект. Поэтому давайте вспомним основные профили. Это универсальный, социально-экономический, технологический, естественно, научный и гуманитарный. Здесь предлагаются варианты комплектования по различным профилям. Также сможете ознакомиться с данными таблицами. Здесь представлены универсальный профиль обучения, социально-экономический профиль, гуманитарный профиль, базовый уровень второго иностранного, углубленный уровень первого иностранного языка, технологический профиль обучения и, естественно, научный. Мы уже начали вначале говорить про направление цифровой трансформации образования. И сейчас я также хочу сказать пару слов про наш новый проект – многофункциональное учебное пособие по английскому языку с цифровым дополнением, который сделан на основе учебника «Сферы» для 10 и 11 класса. Данные пособия содержат более 450 дополнительных заданий для пособий 10 и 11 классов, а также 15 видов тренажеров, в том числе в формате ГИА и ВПР. Мы можем использовать данные пособия в качестве основного учебного пособия, в качестве дополнения при работе по любому УМК, а также во внеурочной деятельности и дополнительном образовании. Данные пособия дают нам возможность автоматизированной проверки заданий, что дает возможность сохранить время учителя, а также мотивацию ученика за счет молниеносного ответа и отсутствия субъективного фактора. Просмотры видео, прослушивания и записи аудио, интерактивные трехмерные модели и объекты, а также возможности перехода на внешние верифицированные цифровые ресурсы. Мы можем работать с помощью гаджетов, соответственно, в режиме навигации, с дополненной реальностью или без нее, если даже учащихся нет возможности использовать планшеты, телефон. Дополнительные возможности также доступны через библиотеку, медиатеку просвещения. И в конце хочу сказать пару слов про наш YouTube-канал «Просвещение иностранной языки» и сделать акцент на онлайн-уроке, которые мы проводили. У нас есть отдельный плейлист по онлайн-урокам, которые проводили учителя со всей России. По темам четвертой четверти вы также можете своими учащимися еще раз повторить определенные моменты, которые могли быть упущены из-за дистанционного обучения. А также отдельная вкладка – это те онлайн-уроки, которые проводили авторы и методисты издательства просвещения. Вы также можете их в записи посмотреть на нашем YouTube-канале. Наши основные контакты – languages.sobakaprosv.ru и моя рабочая почта – msalamahina.sobakaprosv.ru Поэтому по любым возникающим у вас вопросам, предложениям, пожалуйста, пишите. Мы всегда готовы к сотрудничеству. Спасибо вам большое за внимание. Еще раз поздравляю вас с начала нового учебного года и желаю вам и вашим ученикам успехов. До свидания.